привет коллеги подписчики с вами Виталий и это видео я хочу постить достаточно важной теме которые обычно вставляют за кадром видео я расскажу о подготовке деталей к химической металлизации и кстати заодно покажу работу наши улучшенные технологии по химической металлизации итак приступим вот на наша крышечка от смартфона кстати это боевой заказ поэтому в моих интересах сделать все качественно ну вот она крышечка наша сейчас мы будем подготавливать как видим деталь досталось хорошем состоянии без сколов царапин ну что же приступим итак начнем подготовку под нанесение грунта кстати грунт можно использовать акриловый тот который применяется для кузовного ремонта автомобиля рекомендую это делать с использованием воды того чтобы умывался абразив чего мы это делаем наша задача увеличить адгезию грунта к материалу замотировали деталь промыли обезжирили высушили убрали всю пыль вот еще раз напомню я использовал для мотирования абразив 1000 и финишем прошел со скотч брайтом и так приступим к грунту и так нанесли первый слой грунта я называю его на пыльный дадим ему минут пять подсохнуть и продолжим наносить уже финальный слой и так наносим второй финальный рюкзак итак нанесли грунт этого достаточно заполнили всю поверхность обратите внимание отправим детали сухнуть часа на 3-4 при комнатной температуре итак грунт подсох кстати я заявлял о времени сушки 3-4 часа но он высох намного быстрее да и еще важный момент обращайте внимание на время сушки которое указывает конкретный производитель грунта то есть здесь мы видим что при комнатной температуре достаточно 3-х часов рекомендую использовать грунт потемнее а конкретно лучше возьмите черный я использовал белый так как деталь не сложная на черном грунте лучше видно косяки и недоработки которые вы можете сразу же устранить итак грунт подсох теперь нам необходимо затереть поверхность грунта до такого состояния чтобы поверхность была идеально гладкая без сарапин и шагрений соответственно будем использовать абразивную шкурку 1000 в конце можно будет пройти волокнистым абразивом который кстати получил нарицательное имя всем известный скотч брайт и конечно же затираем на мокрую это очень важно вообще рекомендую делать это без использования перчаток потому что так скажем тактильно больше понятно насколько поверхность готова и затерта проводим пальцем поэтому нужно быть идеально гладкой итак детали подсушили обезжирили обработали салфеткой силиконовой чтобы поменьше пыли летела ну что же приступим итак будем наносить базовый лак в два слоя первый у нас будет припыльный ну и финишный поехали итак наносим базовый лак будем наносить два а может быть и три слоя посмотрим поехали итак наносим второй слой да я думаю он у нас будет финишный наносим до того момента пока не появится зеркало просматриваем все плоскости на этом мы закончим это был финишный слой отправляем детали сохнуть я оставлю высыхать при комнатной температуре примерно часов на 10-14 нам очень важно чтобы лак как можно лучше проигризовался итак вот наша деталь как видите лак высох и мы готовы к нанесению зеркального покрытия для лечения от гези серебра к лаку мы произведем термообработку при помощи газовой горелки итак Для улучшения смачиваемости деталей рекомендую использовать гидрофильный агент. Он делает нашу жизнь лучше. Тщательно промываем. Так, поехали. Наносим раствор сенсибилизации, хорошенько замываем, наносим активатор. И сразу же серебро. Обратите внимание, насколько стабильна реакция. Серебро создается достаточно равномерно. Серебро сенсибилизации. Серебро сенсибилизации. Серебро101. Продолжение следует... Как видите, в подготовке нет ничего сложного. Главное всегда технологический процесс. Ну а сам процесс нанесения зеркального покрытия мы с вами более подробно разберем в следующем видео. На этом у меня все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и удачи в металлизации! Субтитры создавал DimaTorzok